10 глава пророка Осии в рамках проекта Экзегет. Я читаю свой перевод, напомню, и речь идет об обличении Израиля или Ефрема, Северного Царства, наряду с Южным Иудой, но гораздо больше здесь говорится об Израиле или, соответственно, Ефреме. Одно и то же, просто два названия. Израиль – ветвистая лоза, дающая виноград себе самой. Чем больше гроздев, тем больше алтарей, чем изобильнее земля, тем идолы обильней. Ну, виноград плодоносит, и здесь виноград плодоносит для себя самого. Он сам себя потребляет. И при чем здесь это? Ну, идет речь про языческие культы, а может быть и не только языческие, про те культы, которые посвящены формально Богу, Единому и Господу, но тем не менее, которые делаются по пожеланию самих израильтян, по тому образцу, который они считают для себя правильным. «Совратилось их сердце, виновные они, разобьет он алтари, идолов разрушит». Соответственно, это все прекратится. «Скажут теперь, нет над нами царя, а Господа мы не боимся, а царь что он сделает нам?» Такое отличное описание 1917 года. «Нет над нами царя, а Господа мы не боимся, а царь что нам сделает?» Видим, что такие вещи происходили давно и по разным поводам. Царская власть – такой единственный еще цемент, который более-менее скрепляет общество. Когда она ослабевает, когда царь либо лишается своих полномочий, либо царь слабый, просто тоже бывает, то и все. И по отношению к Богу, ну да, мы не боимся мы его. Вот царя боимся, потому что пока он сильный, может что-то сделать. Картина, которая очень часто сопровождается постройкой алтарей, внешним благочестием, как здесь с Израилем. То есть алтари строятся не потому, что они всерьез относятся к Богу и хотят следовать его заветам. По каким-то другим причинам, даже не очень важно по каким. «Говорят слова, дают ложные клятвы, заключают союзы, потому разрастается тяжба ядовитым сорняком на бороздах поля». И смотрите, мы не боимся Бога, говорят они, из этого можно было бы сделать вывод. А поэтому мы там будем заниматься всяким развратом и всем прочим, и не будем приносить жертвы, не будем молиться. Но здесь другое названо. Слова, ложные клятвы, союзы, которые приводят лишь к тяжбам. То есть отношение людей между собой, разрастание вот этой социальной несправедливости, есть следствие отсутствия страха Божьего. То, что пророки постоянно подчеркивают, что страх Божий, что почтение Господу – это не философская категория, это категория поведенческая. И в отношении к ближнему человек наиболее полно и точно показывает, как он относится на самом деле к Богу. Зательцав Бейтавен, отрепетать будут жители Самарии. Бейтавен – одно из святилищ, где находился телец, то есть статуя такого языческого божества. А может быть, они считали ее статуей Бога. Помните, когда Моисей спустился с горы Синай, он увидел, как израильтяне приносят жертвы золотому тельцу и говорят, «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». То есть они даже не говорили, вот там Ваалы, вот там, я не знаю, Исиды и Осирисы, вот там какие-нибудь мардуки, то есть боги других народов. Они говорили, вот те, кто тебя вывел. То есть граница между, собственно говоря, верой в единого и идолов, она иногда пересекается незаметно. Человек иногда сам не понимает, где он начинает верить. Не в Бога Творца Вселенной, а в Бога Строителя нашей империи. А в Бога, который обеспечивает нам люксовый статус потребления. А в Бога, который накажет всех тех, кого мы не любим. Но это идол, это Бог, который с нашей точки зрения действует так, как нам нравится. Это телец, которого мы отлили, перед которым мы пляшем и говорим. Ну, сделай так, как нам нравится. Да будет наша воля, а ты ее, пожалуйста, исполни. И вполне вероятно, что нечто подобное происходило и там. Соответственно, трепетат был житель Самарии, зарыдая от нем его народ, о славе его ликовавшие прежде жрецы, потому что покинет его слава. Самого его в Ассирию несут в подарок царю Яреву. Ну, Ярев – это ассирийский царь, соответственно, Ассирия завоюет этот самый Байтавен, возьмет его и тельца, возможно, и другие какие-то украшения, будь то языческие идолы или просто что-то ценное, дорогое и прочее. Возьмет и унесет к себе. Но завоеватели всегда утаскивают все дорогое, золотое, ценное и культурное наследие зачастую тоже. И вот, собственно, и вся разница, да, потому что того Бога, которого отлили по своему желанию, как мы хотим его видеть, его в любой момент у нас заберут и ничего нам не оставят. «Постыдится Израиль замыслов своих, Самария и царь ее будут сметены, как ветка потоком воды, будут разрушены высоты нечестия, грех Израиля, колючки и терния взойдут на его алтарях». Ну, алтари или высоты. Высоты – высокие холмы, на которых стоят те же самые алтари. Собственно, это вот языческий культ, но вместе с ним пострадает и царь, и народ, да. То есть нет такого, чтобы вот религиозная составляющая была плохой, а государственная – хорошей. И наоборот, да, потому что все эти культы, вообще церковь или община Ветхого Израиля – это и есть общество, это и есть часть общества. Может быть, не все, но часть точная. И они живут совершенно по одним и тем же признакам. И если мы смотрим на церковь, то мы понимаем, какое общество, и наоборот, да. И вот если что-то происходит с этой общиной Древнего Израиля, то и с царством израильским ровно то же самое происходит. «И скажут тогда горам – укройте нас, холмам – падите на нас». То есть, ну, люди пытаются где-то как-то спрятаться, чтобы их не было видно. С одни Гивы грешил-то Израиль, словно там и остался. А Гива – это, судя по всему, ссылка на события в Гиве Вениаминовой, которое было когда-то в конце книги «Судьи», оно описано, там местные жители плохо поступили с наложницей одного левита. И, в общем, такая тема разврата, в том числе сексуального разврата, как прообразов всякого разврата, она в книге «Иуси» постоянно существует. И здесь мы тоже ее видим. И вот ты там с тех дней грешишь, как будто там и остался. Вот тоже такой странный упрек. Но что там вспоминать события, которые были там 400-500 лет назад? Ну, какая разница? Все уже давно прошло. Сегодня мы будем там говорить, вот, вы знаете, во времена татаро-монгольского ига, вот мы, русские, там плохо себя вели. Ну, какая разница? Это не мы, это наши очень далекие предки. Но дело не в том, что предки – это не генетическая память, модная, но не словцо, довольно бессмысленная. Не карма, которая там тяготеет над народом. Такое же бессмысленное слово и такое же модное. А это продолжение линии поведения. Да, вот почему у нас сегодня спорят, там, о чем угодно, остыли низме, о чем-то еще. Да не потому, что надо ворошить раны прошлого, а потому, что надо разбираться в настоящем, и зачастую события настоящего, они понимаются, как продолжение линии поведения из прошлого. Вот когда это так, надо что-то срочно менять. С одни Гивы грешил-то Израиль, словно там и остался, словно в Гиве война не смела нечестивых, а она смела, там, этот город был взят, и, в общем, все плохо кончилось для этих людей. И, вроде бы, у нас тоже давно татар-монгольская ига закончилась, или там революция 1917 года. Ну, какие-то мрачные очень эпизоды. А посмотришь вокруг и видишь столько похожего. То на вот этих самых баскаков золотой орды, которые набегают заданию, то на революционных матросов, которые все ломают вокруг себя. И думаешь, да, мы как будто там и остались. И проблема не в том, что мы несем наказание за грехи наших правдцев. Да нет, это глупость. А в том, что мы так же живем. По воле моей накажу их, соберу против них народы и наложат за двойной грех оковы. Двойной, то есть, видимо, когда-то это было, а то, что вы повторяете, это вдвойне. Любой суд принимает рецидив как отягчающее обстоятельство. Если один раз украл, ну, да, наказали. Но если второй раз, то наказали строже. И здесь то же самое. И оказывается, что другие народы, которые нападают, порабощают Израиль, воюют с ним, это всего лишь средство его наказать, средство его привести в чувство. А вовсе не геополитика, вовсе не случайность, вовсе не происки врагов против нас хороших. Это Господь наказывает. Вот универсальное правило. Есть Бог и есть мы. А все остальное – это обстоятельства, которые, как правило, определяются нашими отношениями с Богом. Ефрем – обученная телица, что охотно молотит. Да, но молодьба, когда рассыпают по гумну зерно, только что срезанное, и телица или, может быть, ослик ходит по этому самому зерну, обычно тащит за собой тяжелую повозку, чтобы вылучить из колосьев зернышки. Да, это обмолот. Обученная телица молотит охотно. То есть она такая спокойная, она работящая, все вроде бы хорошо. Но я не взгляну на ладную его шею. Запрягу Ефрема и Иуду, заставлю пахать. Ефрем – северное царство Иуда – южное. И вроде бы Господь даже любуется этим своим народом. Он говорит, да, Ефрем, ты как та самая телка, которая умеет хорошо обмолачивать зерно. Ты мной обучен, ты моя домашняя зверушка. Но я не посмотрю на то, как я тебя люблю. Я тебя пахать заставлю. Давай, потрудись, поработай. Вот, да, требовательная любовь. То, что Господь любует своим. Но, говорит, работать все равно будешь. Якова землю свою бронить. Яков – это уже имя, которое объединяет Ефрем и Иуду. Яков, он же Израиль, предок всех израильтян всех колен. Сейте себе по правде и пожнете плод милости. Все очень просто. Помните, там было, мы читали в прошлые разы, сеяли ветер, пожали бурю. Пожнут там в будущем даже. Ну, а сеет правду, пожнут милость. То есть, что человек вкладывает в окружающий мир, в свою собственную жизнь, то он на выходе и получает. Распахивайте себе целину. Ныне время искать Господа. Вот эта постоянная тема пророков – искать Господа. Я постоянно комментирую, я говорю, это не значит говорить, он у меня в кармане сидит, вот я его сейчас достану, всем покажу, предъявлю, я прав, а вы нет. Но поиск Господа – это постоянный процесс, это распахивание целины. Что такое целина? Вот лежит земля, ну, на ней что-то растет, какие-то там травы, да? Но человек приходит, распахивает ее, сажает хлеб или сад фруктовый, или виноградник, и она начинает плодоносить. Травы красиво, но без пользы. А вот приносятся плоды. И человек преображает окружающий мир, он распахивает целину, как он ищет Бога. Он занимается каким-то целенаправленным действием для того, чтобы что-то получить, для того, чтобы в мире стало больше чего-то хорошего, как урожая. ныне время искать Господа, когда Он придет, дождем прольет на вас правду. Ну, вот раз сельскохозяйственный образ, дождь очень хорошо подходит, то, что позволяет сходом вырасти. Вы распахали злодействие, нечестие пожали, питались плодами лжи, вы ведь доверились себе самим, множеству воинов своих. Ну, образы сельского хозяйства, тогда все почти занимались сельским хозяйством, это было всем знакомо. Вот надо-то пахать целину, то есть новое осваивать, надо искать Господа, надо сеять правду, чтобы пожать милость. А вы злодейство вместо этого распахали, и пришло к вам нечестие, и доверились себе сами множеству воинов. Кто же не хочет иметь сильную армию? Какая страна не хочет? Любая, наверное, хочет. И когда это удается, хочется им довериться, сказать, у нас очень крутая армия, мы всех победим. Но вопрос не в том, какая у вас армия, вопрос в том, что вы сеете. Такой урожай. Но раздастся в твоем народе военный клич, все крепости твои падут, соответственно, будет война, и не удастся этими воинами отбиться. Так Шалман разрушил день битвы, бейт Арбель, мать и детей разом порубив. Шалман один из враждебных царей, который уже в одном из городов сотворил такое злодейство, такой геноцид провел маленький. Вот к чему приведет себя Байтель. Байтель – одно из святилищ, которое можно считать языческим, можно, как я уже говорил не раз, таким искаженным почитанием единого Бога. Ну и это вот как бы вся эта идеология, у нас тут своя религия, мы тут самые крутые, Бог нам всегда поможет. Да, вот грубо говоря, это и называется словом Байтель. Хотя что плохого в Байтеле или в Вифиле, как он в синодальном переводе? Да ничего, там Иаков пратец, он же потом Израиль, видел сон о том, как ангелы сходили с небес и поднимались по лестнице. Да, и первое место, где Господь явился Иакову в таком особенном образе. Казалось бы, прекрасное, замечательное место для паломничеств, но одновременно и место для вот этого культа самодостаточности своей собственной религии. За злодеяния, за ваши злодеяния, бесследно сгинет на заре царь Израиля. Тут царь как бы представитель всего народа и когда он сгинет, конечно, и с народом хорошо не будет, ну и, собственно, это уже относится ко всем участникам этого процесса. Ну а удивительную повесть о любви Бога и Израиля, где Израиль в образе юной девушки, мы в следующий раз почитаем.